На календаре 6 марта, понедельник, еженедельное аппаратное совещание губернатора Сергея Морозова начало с поздравлений прекрасной половины человечества с наступающим международным женским днём. Глава области призвал обратить особое внимание на дам, работающих в праздничный день. Надеюсь, что все серьезно подготовились с точки зрения выполнения наших главных государственных функций, чтобы ни один коллектив, женский тем более коллектив, ни одна заслуженная женщина не оказалась вне поля нашего внимания. От радостного события губернатора перешел к трагическому. Всю область потрясла случившееся вчера самоубийство девятиклассницы из Корсунского района. Девочка из благополучной семьи стала жертвой распространившихся в последнее время в социальных сетях групп смерти. Подростков заставляют выполнять различные задания, последним из которых является суицид. Только за этот учебный год четверо учащихся области свели счеты с жизнью. Губернатор призвал всех взрослых обратить внимание на эту проблему. Достаточно серьезная сеть, серьезная, может быть, более страшная сила, чем тот же запрещенный в России ИДИЛ и все остальные работают. Втягивая детей в эти, так сказать, всякие практически интернет-секты. Потом им угрожают, а потом их заставляют совершить самое страшное. Уйти из этой жизни. Причем за каждую смерть платят. А если это еще и одаренный ребенок, то платят вдвойне больше. Сергей Морозов выступил с инициативой создания в области кибердружин по примеру некоторых других регионов страны. Они будут заниматься вычислением аккаунтов несовершеннолетних в социальных сетях и удерживать подростков от неправимого шага. Серьезно должна измениться работа комиссии по делам несовершеннолетних. Нынешнее положение дела вызвало у губернатора критику, как и отвечающий реальным временем. Не смертельный, но все же сложный, продолжает оставаться проблема с дорогами в областном центре. Значительные суммы средств на ремонт покрытия выделялись в прошлом году. Запланированы они и на этот год. Но положение не меняется. Мы не только должны в разы просто увеличить количество бригад, которые должны работать, неизмедлительно устраняя, так сказать, вот эти все безобразия на дорогах, но и ужесточить контроль за качеством этих дорог, этих ремонтных работ. В случае неуполдения этих требований глава области призвал расставаться с виновниками. Досталась городской администрации из нарушения архитектурного облика Ульяновска. Губернатор привел примеры обращения граждан по этой проблеме. Константин Толкачев здесь пишет. Коллеги, а как вам такое строительство здания в новом городе? Построено ровно, прямо на перекрестке улицы 40 лет Победы и проспекта Челенио. По-моему, это просто плевок в лицо горожанам и пощечины местным контролерам от архитектуры. Трудный разговор необходим не только по теме дорог. Вот так вот люди говорят и отзываются о действиях, или скажем так, безобразных действиях некоторых чиновников от власти. После обсуждения текущих проблем поговорили о опросах о долгосрочной перспективе. О целевых показателях на 2017 год доложил заместитель председателя правительства Олег Асмус. Первый важнейший показатель, это все, что связано с промышленным производством. Мы считаем, что индекс промышленного производства в 2017 году должен быть не ниже 100%, а конкретно 101%. Это будет означать, что на протяжении многих лет в Ульяновской области будет оставаться положительный показатель промышленного производства. Губернатор порекомендовал особо ответственно отнестись к гемографической ситуации в регионе. Обратить внимание нужно на то, чтобы рождаемость стремилась вверх, а смертность, соответственно, вниз. Этого можно добиться, ведь экономическое благосостояние области продолжает повышаться. В завершении аппаратного совещания губернатор рассказал о новом туристическом проекте, которому будет дан старт на территории области. Просто давайте его назовем. Открываем Ульяновскую область. Нам нужно рассказать самим себе прежде всего, ну зачем ехать в тот или иной уголок региона. Уже до начала традиционного сезона отпусков проект начнет реализовываться. В ближайшее время будет назначен ответственный за его выполнение. А раз мы сможем знать свой родной край, то мы сможем интересно рассказать о нем всем прибывающим туристам. И количество их пойдет в гору. Егор Титов, Юрий Конихин. Новости дня Ульяновской правды.